Здравствуйте! Тема урока «Приобретённые и наследственные признаки. Строение хромосомы». Сегодня на уроке вы научитесь приводить примеры наследственных и ненаследственных изменений в организме человека. Вы знаете, что такое ДНК. Из этого рисунка видно, что внутри ядра находятся хромосомы, а хромосомы состоят из ДНК. А сейчас рассмотрим строение хромосомы. Хромосомы – это структурные элементы ядра клетки, содержащие ДНК, в которой заключена наследственная информация организма. А также хромосомы могут передаваться следующему поколению. Термин хромосомы впервые открыл немецкий учёный Вальдеер в 1888 году. Он назвал хромосомы плотными телами, интенсивно окрашенными основными красителями. Однако внешний вид хромосом меняется на разных этапах клеточного цикла. Хромосомы в клетках тел многих растений и животных состоят из двух хроматит. Такие хромосомы называются гомологичными. Полный набор хромосом в организме называют кариотипом. Прокариоты и вирусы не имеют хромосом. Они содержат одноцепочечную или кольцевую дезоксирибонуклеиновую кислоту или рибонуклеиновую кислоту в качестве наследственности. И они не изолированы от цитоплазмы ядерной оболочкой. Первая молекулярная модель хромосомы была предложена в 1928 году кольцовым. Всего у человека 46 хромосом, 23 пары. Первые 22 пары называются аутосомными, так как у них одинаковый набор генов. Сходная морфология в кариотипе диплоидного организма. И только 23 пара называется половыми хромосомами, так как она определяет пол. Пол – это совокупность морфологических, физиологических и биохимических признаков организма, обуславливающих воспроизведение себе подобного. Диплоидная хромосома – 46 хромосом, обозначается как 2Н, расположена в клетках организма. Гоплоидная хромосома – 23 хромосомы, обозначается как 1Н, расположена только в половых клетках. Осуществляется запись наследственной информации о хромосомах. Около 99% молекулы ДНК хранится в хромосомах клетки. И лишь 1% в других клеточных органеллах, например, таких как хлоропласты и митохондрии. Хромосомы в клетках имеют сложную структуру и выполняют очень важные функции. Изучение структуры и функции хромосом относятся к одной из актуальной проблем в современной биологии. Особенно в 60-е и 70-е годы XX века понятия основные достигнуты в связи с развитием молекулярной генетики. Эти открытия позволили доказать и в дальнейшем развивать основные закономерности хромосомной теории наследственности. Изменчивость – это свойства организмов отличаться от своих предков. Все признаки, присутствующие в организме, делятся на наследственные и ненаследственные. Наследственные признаки, они формируются под влиянием заложенной в ДНК наследственной информации. Ненаследственные признаки, они приобретаются организмом под воздействием условий окружающей среды. Наследственные признаки по-другому называются генетическими, так как они возникают под воздействием мутаций, возникшими в организме. Они передаются из поколения в поколение. Ненаследственные признаки называются по-другому модификационными. Они возникают под влиянием окружающей среды. Но иногда модификации могут вызывать мутации. Модификационная изменчивость – это изменение фенотипа организма, приспосабливающегося к среде, под воздействием факторов окружающей среды, не связанных с изменением генов, хромосом, генотипа. К факторам внешней среды относятся температура, влага, свет, питательные вещества. Модификационная изменчивость в процессе индивидуального развития животных и растений наблюдается изменение морфологических, физиологических, анатомических, биохимических и других особенностей. Модификационная изменчивость не связана с изменением генотипа, поэтому она не является наследственной. Модификационная изменчивость изучается статистическим методом. На основании применения данного метода величина изменения признака определяется в процентах. Это называется коэффициентом вариации. Например, если мы измерим длину и ширину листьев, сорванных с одного растения, то мы увидим, что они разные. Эта изменчивость обусловлена тем, что нарост и развитие листьев не оказывает одинаковые условия окружающая среда, подача питательных веществ и воды через корни. Если в ряд расположить листья от самого маленького до самого большого, то мы увидим ряд вариативности признаков. Верхние цифры в таблице отражают ряд вариантов, расположенных от меньшего к большому, а нижние цифры – частоту встречаемости вариантов. Изменение отдельных вариантов, расположенных в вариационном ряду, может быть чётко выражено через кривую. Мутация – это наследственная изменчивость генотипа организма, то есть хромосон и их составных частей, которая возникла случайно из-за изменения генов. Это понятие впервые сформулировал голландский ботаник Дефрис. Он заметил, что некоторые признаки растения энотеры отклоняются от нормы и передаются по наследству. На основе этих исследований в 1901 году Дефрис опубликовал свою работу под названием «Теория мутаций». Основные принципы мутации заключаются в следующем. Мутации могут быть как полезными, так и вредными. Вредные мутации возникают под воздействием мутагенов, которые делятся на физические, химические и биологические. К физическим мутагенам относятся радиоактивные, ультрафиолетовые и лазерные лучи. К химическим мутагенам относятся колхицин, никотиновая кислота, химические соединения, гербициды и пестициды. К биологическим мутагенам относятся продукты распада, образующиеся в процессе обмена веществ в клетке, радиоактивные вещества, поступающие в организм через пищу. Например, стронций накапливается в костях. Мутации делятся на генеративные, это в половых клетках, они передаются непосредственно следующему поколению. И соматические в клетках организма. Эти мутации играют существенную роль в организмах, размножающихся половым путем. А сейчас приступаем к практической части урока. Выполним задание для закрепления пройденного материала. Задание первое. Определите и подпишите название структур хромосом из приведенного ниже рисунка. Правильный ответ. Хромосома состоит из короткого и длинного плеча, перетянутых между собой центромерой, а также хромосома состоит из хроматит. Задание второе. Дайте определение наследственным и ненаследственным признакам. Правильный ответ. Наследственные признаки – это признаки, формирующиеся под воздействием заложенной в ДНК наследственной информации. Ненаследственные признаки – это признаки, приобретающиеся организмом под воздействием условий окружающей среды. Задание третье. Дополните схему. Правильный ответ. Признаки делятся на наследственные, которые вызываются мутациями, и ненаследственные – они вызываются модификациями. Подведём итог урока. Сегодня вы научились приводить примеры наследственных и ненаследственных изменений в организме человека. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова